Уважаемые коллеги, друзья, недавно, неделю назад в Уфе прошел съезд онколога в России, где была выдвинута программа развития, не развития, а был выдвинут проект стратегии развития онкологии до 30-го года. Этот проект созревал в течение двух-трех лет. После назначения Михаила Ивановича главным онкологом Минздрава к этой работе приступили. Я в том числе участвовал, и Анатолий Нахимович участвовал в этой работе. Какой-то проект был выдвинут, но мы стартовали раньше. Мы стартовали раньше, то есть саркомная группа, российская саркомная группа, план развития до 25-го года был определен. Я поэтому хотел остановиться на некоторых формальных сторонах. Мой доклад, кстати, я его делал сейчас в Уфе, часть коллег были на этом заседании, поэтому я думаю, что повторение нам не помешает. Поэтому начнем обсуждение темы. Была выдвинута программа Вероники Игоревны, программа министром здравоохранения России до развития медицинской науки до 25-го года. Это основные веки, это развитие передовых технологий медицинской науки и внедрение их в основе инновационных, отечественных, подчеркиваю, отечественных разработок, обеспечивающих сохранение и улучшение качества жизни населения. Также в этой стратегии отмечалось инновационных разработок и критических, то есть фундаментальных технологий в медицине и развитии, в том числе отечественных. Так, то же самое были определены, был определён закон 3-П в стратегии развития медицинской науки в России. В 12-м году приказом номер 25-80 медицина должна в принципе быть предуктивной, то есть предсказательной, превентивной и персонализированной. Постепенно в словарь медицинских руководителей входит терминология, которая адаптируется потом населением. И поэтому мы изучаем параллельно новые термины, новые слова. Не двигается. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Так. Были выдвинуты параллельно развитие медицины, была принята программа развития медицинской науки в стране. И по этому поводу... Я так и делал, поверьте. О! Просто вы знаете, куда нажимать. Так, теперь пошло... Молодой человек, вернитесь. Ушло несколько слайдов в обратную сторону. Научные были выдвинуты... Да. Были определены... Да, всё, обратно. Постойте 2 минутки, да? Так, так, так. Так, сейчас. Так. Так, хорошо. Спасибо. Спасибо. Были выдвинуты 3 этапа развития и медицинской реформы. Это 13-16-3 года. Это инфраструктурный, который носит в себе переоборудование медицинских центров, организаций, больниц. Второй этап это 17-го, то есть с этого года по 20-й интеграционный, когда разрабатываются и внедряются те технологии, которые уже приняты во всём мире. И третий этап, когда оснащённые клиники уже имеют опыт международного, скажем, внедрения международных протоколов, в дальнейшем должны будут с 21-го по 25-й масштабная инновационная деятельность. То есть это, то есть, в дальнейшем будет развиваться, да. И согласно вот этому плану, значит, должны быть, были проведены и наши, нами некоторые разработки. Выдвинута была также Минздравом программа развития по всем, по разным направлениям. Они были названы платформами. В том числе была названа платформа по онкологии. И онкологическая программа... Сейчас слайда, к сожалению, нет. Так, что-то у нас... Ну, пока я расскажу про платформу. Дело в том, что мы участвовали и не в разработке, а в обсуждении этой платформы по онкологии. В этой платформе были указаны развития, насколько я по памяти скажу, развития таргетной терапии отечественных инновационных препаратов. То есть ни слова не было сказано ни о лучевых методах, ни о хирургических методах в онкологии. То есть такая была усеченная программа, и на этом обсуждении в Минздраве выступал ваш покорный слуга и все наши коллеги, Михаил Романович Личеницер и Поляков Владимир Георгиевич с критикой этого проекта. Нам была дано рекомендация, чтобы мы в профессиональных сообществах вносили собственные изменения в эти программы, дополняли их и дальше присылали рекомендации. Мы посылали неоднократно рекомендации, даже год назад готовили обращение в Минздрав о том, что эта платформа не указывает всех форм. Ее готовил биохимик, сейчас он уже не работает в Минздраве, но наш коллега, тоже профессор, но взгляд биохимика на онкологию. Нам удалось в рамках саркомной группы, вот три этапа, вот платформы онкологические, как вы видите по другим направлениям. Следующий слайд. Да, вот, пожалуйста, это разработка программы, платформы по онкологии, разработка новых методов скрининга и ранней диагностики злокачественных заболеваний, это утвержденное Минздравом. С учетом современных подходов геномики, транскриптомики и протеоники. Это первое. Разработка технологии персонализированной медицины для адекватного подбора лекарственной терапии и мониторинга заболеваний. Разработка отечественных препаратов для лечения социально значимых онкологических заболеваний на основе критических биомедицинских технологий и разработка эффективных способов доставки лекарственных препаратов в опухоли. То есть ни слова о том, чем занимаемся мы, всю свою сознательную жизнь. Следующий слайд. И ожидаемый результат, соответственно, предполагаемый нашими коллегами, которые разрабатывали эту платформу. Следующий слайд. 27-29 июля в Санкт-Петербурге в 2013 году на заседании саркомной группы. Следующий слайд. Мы определили в 2013 году задачи, поставленные перед саркомной группой, и они заключались в создании базовых клиник на территории России, создать трехуровневые протоколы и стандарты лечения пациентов, единые стандарты оценки результатов онкологического по Каплан-Мейру и МСТС по ортопедическому. Если есть сопутствующие направления, которые требуют и неврологических, и нейрохирургических оценок, то, соответственно, этим должны были быть оценки результатов и нейрохирургические, и неврологические. Следующий. Это должно быть стандартом для всех протоколов, которые ведет саркомная группа. Далее сертификация клиник и специалистов. Мы не имеем юридической основы, но мы придумали такую формулу, кстати, которая сегодня подбирается и Ассоциация онкологов России, это рекомендации. То есть вот мы рекомендуем эту клинику, а другую не рекомендуем. И это тоже имеет определенное значение, потому что для чиновника, если он рекомендуется соответствующей профессиональной организацией, это имеет для него значение. В основном, мы даем не только рекомендации, но и анализ тех, скажем, критических ситуаций, которые нам присылают. Поэтому это работает. Создать регистр больных саркомами в Российской Федерации и СНГ. Пока, к сожалению, это нереально. И думаю, на это уйдет не один год. Но мы пошли путем создания госпитальных регистров. И я знаю, что в 62-й больнице есть, у Анатолия Нахимовича есть регистр. Есть у нас в онкологическом центре, именно в саркомной группе регистр, который доводится уже до своего рабочей формы. То есть госпитальные регистры, которые дальше мы можем объединить. На это уйдет время. Создание пока не готово. Но здесь 2020 год указан. К 2020 году реально. Создание виртуальных консилиумов на основе новейших IT-технологий. Это уже работает СНГ и Российской Федерации. Это уже работает и Александр Александрович Фиденко, и Артур Юрьевич Бахян. Активно консультируют и дальше маршрутизируют. Это тоже новое слово. Значит, больных по тем клиникам, где профильно занимаются тем или иным направлением. И трансляция отечественных инновационных разработок фундаментальной науки Российской Академии наук в клиническую медицину. Здесь тоже это до 2025 года, поэтому в этом плане есть о чем поговорить. Но мы вам предложим некоторые разработки в этом году уже начать внедрять как протоколы нашей саркомной группы, но более прикладного характера. Следующий слайд. Следующий слайд. У меня нет. А, и итоги инфраструктурного периода. Вот то, что сделано за три года. Это стандартное оснащение клиник диагностическим и хирургическим оборудованием. Я думаю, что это уже свершившийся факт. Мультидисциплинарный подход стандарта определения тактики лечения больных с опухолями опорно-двигательного аппарата в восьми клиниках точно в стране имеются сформировавшиеся консилиумы для этого узкого контингента больных. Эндопротезирование стандарта сохраняющего лечения больных с опухолями костей. Это не обсуждается. Это уже стандарт для российских клиник. Вертеропластика становится стандартом палеотивной помощи больных. Это тоже уже с метастазами в позвоночник практически решенный вопрос за три года. Я думаю, что уже к 2016 году можно рапортовать, что это стало стандартом. Большую обучающую программу провел Ренат Камрадзинович Валиев. Он создавал школы, по всей стране ездил и результат очевиден. Протоколы первой и второй линии химиотерапии – стандарт лечения больных с сарковыми костей в мягких тканях. Благодаря усилиям Александра Александровича во всех клиниках проведенный первый пилотный протокол по химиотерапии прошел. Но он сам доложит об этом активнее. За три года уже существует какая-то между клиниками взаимосвязь для проведения уже серьезных протоколов. Иммуногистохимия – стандарт морфологической диагностики. Это тоже свершился факт для всех клиник в России. Я надеюсь, СНГ тоже. Коммуникация, преемственность между центрами саркомными, где располагаются саркомные группы – это очевидно. Даже по залу видно, что все коллеги здесь. Типовые документы и регистры больных, то, о чем я сказал, еще идут в фазе разработки. Следующий слайд. Проблемы сегодняшнего дня. То есть, с 2017 года у нас остаются некоторые проблемы, которые нам надо решать. Это организационные методические регистрации, статистика, технологии. Я бы сказал, катамно. Очень сложно собирается пациенты, леченные в клиниках. Но это болезнь не только наших центров в России. Это во всем мире. Если в Германии теряется около 10 больных, в Америке 15%, то у нас теряется 40% больных, которые лечились в наших клиниках, и мы не имеем результатов лечения этих пациентов. Онкологические еще можно собрать, а ортопедический или же неврологический статус у этих больных не соберешь. Отсутствие онкологической настороженности врачей общего профиля – это болезнь такая вечная. Я думаю, что это как бы с развитием общества это может поменяться только. Далее, оказание медицинской помощи непрофильными организациями. Но я надеюсь, что после принятия стратегии развития онкологии в стране эти вопросы будут более правильно освещены. Плохая доступность современных методов лучевой терапии. Мы сегодня тоже говорили с Анатольевым Ахимовичем. Открываются протонные центры. Количество кибергамма-ножей растет. Я думаю, что роль и место их в онкоортопедии еще открыто. Надо и на этих вопросах тоже нам остановиться. Отсутствие реабилитации онкологических больных – все мы знаем, какая это проблема. Ранняя госпитальная реабилитация, то есть до выписки пациента, присутствует. А дальнейшая реабилитация этих больных – это большой вопрос. Финансово-экономическая нестабильность. Но она нестабильность понятна. Она и во всей стране, и во всем нестабильна, пока экономика. Будем смотреть, что будет дальше. Следующий слайд. Не от нас зависящие обстоятельства. Предмет обсуждения. Если в 2012 году в мире заболело 14 миллионов онкологических больных, погибло, умерло 8. На 2015 год прогноз 19 миллионов больных в мире онкологических. К тому времени должно быть около 8,5 миллиарда населения. И прогноз 11 миллионов планируется онкологических больных. Сегодня заболеваемость у нас в стране около 400 на 100 тысяч взрослого населения. Для сравнения в Соединенных Штатах 500. Половина пациентов, 200 погибает у нас в России от онкологических заболеваний. И смертность в Соединенных Штатах, как вы видите, намного ниже. То есть выявляемость выше, а смертность ниже. Вот и ответ, и ключ к многим вопросам. Дело в том, что у нас не пациентов. У нас получается, меньше болеют на 100 тысяч населения. Это нереально, этого не бывает. У нас просто не прослежены эти пациенты. И, значит, вот результаты выживаемости пациентов, скажем, у нас и в Соединенных Штатах. По данным URC, 75-72-75% выживает сейчас больных. А у нас пока 53. Это по докладу Вероники Игоревны отчетной коллегии. Далее идут перечисления, какое количество больных в год, сколько новых случаев. А вот эти данные интересные. Запущенность, тоже из доклада Вероники Игоревны, 56% больных в 3-4 стадии в стране. Для сравнения, 20% в Соединенных Штатах. 18-20%. Одногодичная смертность у нас в России сегодня 23%. Это тоже с того же доклада. То есть в течение одного года 23-25% больных умирает. Далее предмет нашего обсуждения – это 42 тысячи больных в год с саркомами костей мягких тканей. 5 тысяч – это новый случай с сарком костей мягких тканей в год. Около 1700 саркома костей и около 3500 саркома мягких тканей в России в году. Следующий слайд. Плюс к этим больным. Это 40% больных имеют метастазы в длинные трюкчатые кости и в основном позвоночник. А это 40% больных уже имеют метастазы. Из общей популяции больных с онкологическими заболеваниями – миллион 200 – тоже наш контингент. И делает эту проблему тогда намного важнее. Ну, Ренат Коврадзинович нам расскажет об этом позже. Следующий слайд. Учитывая то, что сегодня присутствует при нашей коллегии из стран СНГ, мы сделали такой слайд по численности населения в наших странах. Хочу отметить вот Узбекистан. За 25 лет с 20 миллионов Узбекистан стал 30-миллионной страной. То есть количество пациентов онкоортопедических в этой стране выросло. И поэтому профессор Гафур Ахунов, здесь руководитель саркомной группы Узбекистана, эта проблема как раз для городов, для стран, которые имеют население больше 10 миллионов. Ну, естественно, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан и все страны выделены здесь. Следующий слайд. И вот ситуация с лечением сарком костей мягких тканей мы для сравнения сделали. Это не госпитальный регистр, это по сводкам Росстата. Данные по сарком косте мягких тканей в США и в России. Обратите внимание, это то же самое. То есть, вот заболеваемость и смертность. Заболеваемость, значит, у нас получается саркомами на уровне приблизительно, вот обратите внимание, цифры, они, у нас появляется, получается заболеваемость практически такая же, как и там, а смертность выше. То есть, разговор идет о том, что это по костям. По следующий слайд. По мягким тканям то же самое, даже еще более выраженно, потому что заболеваемость, то есть выявляемость очень высокая в Соединенных Штатах. У нас она намного ниже. А смертность, как вы видите, тоже разная. В данном случае у нас, мы в этом случае тоже не в лучшем свете. Следующий слайд. Но для коллег я хочу сказать, для того, чтобы сравнивать, нужно сравнивать не с общим климатом во всей стране, а нужно сравнивать вот эти восемь клиник, должны иметь свои регистры. И эти регистры должны сравниваться с регистрами общими, которые хорошо поставлены в Германии, в Японии или же в Соединенных Штатах, чтобы сравнивать результаты. Потому что если мы будем общую по стране смотреть ситуацию, то же самое, что смотреть общую температуру в клинике. То есть это несерьезно. Нами была разработана программа по поручению Минздрава о трехуровневом оказании помощи больным сарковами. Это уже практически работает, диагностика выявления больных сарковами костей. Это первый уровень, регионы, федеральные округа, это биопсия, уточнение диагноза, неодевантная, адювантная химиотерапия, стандартные протоколы, веб-консультации с базовыми восьми клиниками. И дальше идет работа, которая должна вестись нашими восьми клиниками, представители которых здесь находятся. Это органосохраняющие лечения, это стандарт уже. Высокодозные, серьезные химиотерапии, которые можно провести в классных центрах федеральных. Реабилитация внутривольничной, естественно, высокотехнологические хирургические методы лечения, экспериментальная онкология, но это может быть там, где есть экспериментальная база. То есть это, наверное, онкологический центр и профильный, может быть, есть по договоренности институты Академии наук. Фундаментальные исследования и разработка внедрения инновационных методов лечения, трансляционная медицина. Это для третьего уровня. Следующий слайд. Центры, входящие в состав саркомной группы, ну, это все старые коллеги, мы уже три года говорим об этом. Это российский онкологический центр, научный центр рентгенрадиологии, городская клиническая больница Анатолия Нахимовича и своей командой 62. Дальше Обнинск, НИИ Герцена, НИИ Петрова, Вредена. Вредена работает параллельно с Петровским институтом, я знаю, и ортопедические некоторые разработки проводятся там. Это правильно, это возможно, это европейский вариант развития онкортопедии. Приволжский округ Казань, да, Томск и Иркутский институт, диспансер. Вот сейчас Новосибирске, я слушал доклад, вполне рабочая обстановка, может быть, это членство расширено. Следующий слайд. Вот, и то, что я бы рекомендовал смотреть по каждой из этих восьми клиник, имеющих, должны иметь свои регистры, и отмечать самое главное, на чем будет основываться оценка деятельности. Это пятилетняя выживаемость. От нас сейчас требует уже Минздрав не по всем онкологическим больным, а по нозологическим формам. И в выступлении Михаила Ивановича в Уфе было сказано, что просьба обращения к нашим коллегам, чтобы все профессиональные сообщества начали работать над каждой, в каждой клинике должны быть собственные данные по пятилетней выживаемости по нозологическим формам, одногодичная летальность. Если пятилетнюю выживаемость нам сложно выяснить, то 40% больных теряется, то одногодичная летальность, то, за что мы можем реально на что повлиять. Это дальше рецидивы болезни, то есть это рецидив болезни говорит о том качестве хирургического лечения и многом еще в этой клинике, поэтому на это тоже надо обратить внимание. Количество органосохраняющих операций, результаты лечения больных с третьей, четвертой стадиями и резистентными формами онкологических заболеваний. Вот основная точка, чем надо заниматься сегодня вот этим восьми клиникам. Дело в том, что мы не можем влиять на заболеваемость выявлять, мы не можем в ранних стадиях выявлять пациентов в федеральных клиниках. Наша задача, чтобы мы третью, четвертую стадию научились лечить в том же объеме, в котором это делается в лучших клиниках мира. На самом деле у нас результаты неплохие по этим больным. Если мы возьмем саркомную группу и сравним ее с другими нашими коллегами, я не хочу называть направление, но вы увидите, какого прогресса достигли сегодня из российских групп именно саркомная группа. Следующий слайд. И вот это по СНГ расставлены флажки, где есть наши коллеги, работающие в том же ключе и также с нами поддерживающие коммуникацию. Самое интересное, что в зарубежных командировках, я вот сейчас, мне было приятно, Эльмар Асимович прилетел из Японии, и там делал профессор Коттс доклад о том, что вот как существуют и работают саркомные группы в мире. И он отметил роль российской саркомной группы, вспомнил историю этой группы. Это очень приятно, что она знает. Следующий слайд. Так, это, судя по всему, мы хотим рассказать о тех последних разработках, которые будут предлагаться, вот в частности вот эта разработка будет, мы предложим для участия всей нашей саркомной группы. Если у нас пациенты с крестцово-подвздошным сочленением, здесь уже имеется патент на это изделие, мы предлагаем попробовать отечественную разработку для работы у пациентов с хорошим онкологическим прогнозом. Больным с плохим прогнозом, никаких реконструкций в этом случае делать не надо. А больным молодым, это делается защищенная диссертация кандидатская, доктор Сафронов, в дальнейшем это многосложные этапы операции, после металлоэстю синтеза делается пластикоректа в доминальном лоскутом, и больные достаточно хорошие функциональные, от больной уже прошелся, то есть у него очень хороший эффект. У нас сколько таких больных сейчас доктор Сафронов в зале, наверное? Ну, это диссертация, значит, больше 20-25 больных должно быть. Следующий слайд. Вот это последняя интересная разработка, это по опухолям таза, это компьютерное моделирование и 3D-технологии для протезирования больных с опухолями таза. Помимо крестового сочленения, самым сложным является моделирование больных с опухолями, поражающих тазобедренный сустав. Здесь показаны этапы создания биологически, не биологически, а геометрически адаптированного эндопротеза. Самое главное в этом, это вот пациент после тотального удаления тазобедренного сустава, лонная кость, резоцированная седалищная, крыло подвздошной кости, ранний послеоперационный период, главное еще заживить эту рану надо было. То же самое, больной после ректабдоминального лоскута, но это тоже сейчас подана заявка на вид фиксации, на форму конструкции. Инновационным здесь, на мой взгляд, может быть только вариант, лучше Бога ничего не придумаешь, поэтому мы пошли, в отличие от наших коллег из Голландии, Италии, мы пошли не по пути просто установки протеза для, скажем, органосохраняющего протеза, мы пошли по пути более функционального протеза, то есть закладывается в компьютер, но об этом расскажет, наверное, сегодня Евгений Александрович более подробно. Следующий слайд. Эта разработка пока проводится. Вот еще третья разработка, это опухолепозвоночника метастатический. Вы знаете, что опухолепозвоночника 95% это метастазы, и наши коллеги-ортопеды, и нейрохирурги оперируют все, а потом не знают, что с ними делать. Ну, мы в той же самой ситуации были, наши коллеги из Японии пробовали создать шкалу оценки для выявления онкологического прогноза и адаптирования операций в зависимости от онкологического прогноза. Мы пошли другим путем. И, кстати, в Германии попробовали тоже ортопеда сделать эту шкалу оценки. Мы ввели некоторые новые факторы прогноза. Это статус учреждения, где он оперируется, где ему оказывается помощь. Это вот онкологические федеральные учреждения, те самые 8 клиник. Непрофильные стационары, чем чаще всего мы встречаемся. Опыт хирурга. Опыт хирурга – это трех уровней. До 5 лет, с 5 до 10 и выше 10. Это очень серьезный фактор. И когда мы проследили, этот фактор очень серьезно влияет на результат операции и за объективность данных. Потому что молодые хирурги больше любят фантазировать, чем реально докладывать о ситуации. Ну, это болезнь молодости. Далее здесь можно просто позавидовать. Лечение по клиническим рекомендациям. У нас очень много самодеятельных химиотерапевтов, наших коллег, которые лечат не по протоколам наших пациентов. И поэтому наши результаты выживаемости или одногодичной летальности становятся хуже наших коллег. Шаг метастазирования, необходимый для пациентов с метастазами в позвоночник. Категория сложности операции. Дальше это второй блок. Это факторы, необходимые для оценки нейрохирургических, неврологические статусы. Это общее состояние по Корновскому, по Фрэнкелю неврологический дефицит. Воткинс – это и ВАЗ-болевой синдром. По СИНСу – это ортопедический статус. Это все необходимо оценивать у этих пациентов в дальнейшем. Так кого же надо оперировать? И вот третий блок для наших коллег-ортопедов-травматологов и всех наших, кто хочет заниматься позвоночником, мы предлагаем три уровня, три онкологических прогноза. Неблагоприятный до 6 месяцев, умеренный прогроз до 12 месяцев и благоприятный более 12. То есть первым больным до 6 месяцев. Там многочасовые операции сложнейшие и прочее, бессмысленные. Это надо делать просто симптоматические операции. Больных до 12, которые могут прожить лет, месяцев, палеотивные операции. А на позвоночнике в основном все операции палеотивные, только 10% их радикальные. И радикальные, у которых есть хороший онкологический прогноз. Следующий слайд. Здесь оказывается дальше четвертый блок – это планирование хирургического вмешательства, задний доступ, передний, блок резекции. Здесь показано, наши коллеги в варианте и со товарищами предложили вариант резекции позвонков, чтобы документировать все это. Следующий слайд. Следующий. Ну, в данном случае показан радикальный метод лечения, блок резекции. Я покажу несколько быстро слайдов, покажите следующий. Это результаты блок резекции пациентов. Об этом сегодня будет докладывать еще Ренат Кабрадинович, поэтому следующий слайд. Здесь можно побыстрее пройтись. Вот результат функциональный этих больных. Многосложная операция от 8 до 10 часов. Это можно выполнять только больным с хорошим онкологическим прогнозом, когда больной будет с этим дальше жить. Следующий слайд. Вот уникальный больной ребенок, маленький, ему 7 лет, поступил к нам с саркомой большеберцовой кости, и мы думали с Владимиром Анатольевичем Савалевским провести ему операцию с микрососудистым замещением с контрлатеральной стороны, сохранив зону роста. Но у него диаметр сосудов был менее 3 мм. Выполнить операцию под микроскопом было невозможно. Мы сделали на первом этапе, ему тогда было 7 лет, сейчас уже 9, по-моему, или ему было, ну да, наверное, вот так. Это было в 2015 году. Мы поставили ему спейсер, ушел ребенок, хороший онкологический прогноз, метастазы в легких не проявили за 2,5 года, и он пришел к нам, что с ним делать? Зоны роста сохранились. Как мы знаем, верхний эпифис, это максимальный эпифис, дает большее удлинение у детей. Сегодня Дзампаев Аслан Зарькович расскажет по процентам. Поэтому мы пошли вот на такую операцию. Следующий слайд. У нас первый протез удалили. Вот установлен был протез, сейчас фирма это как... Стэммор, да. Разработка именно для детей, индивидуальный протез был разработан для этого мальчика, для фиксации, значит, вот такого маленького фрагмента. Больше для того, чтобы он мог расти вместе вот с этим фрагментом. Идея заключается в том, что мы же ждем все, и наши коллеги за рубежом тоже, это биологический проект, протезы, аутогенной ткани. И если они появятся 5-10 лет, мальчику 7 лет с хорошим онкологическим прогнозом, дальше его ждет, конечно, аутентичная кость. Следующий слайд. Вот девочка, это уже по мягким тканям сложнейшая операция. Значит, около 6 раз она оперировалась в различных клиниках Москвы, приехала к нам, ну, ампутант. Мы попытались сделать ей такую сложную операцию. Следующий слайд. Блок резекции костей плеча и предплечья. Выделены структуры медианус, ульнарис и радиалис. Взяты на держалку, сосудистый пучок. Дальше перемещен, Владимир Анатольевич, своей командой торкодорзальный лоскут. У девочки ранний послеоперационный период операция радикальная. Счастливый и довольно хороший функциональный результат. Дальше. Следующий. Ну, научная платформа, разработка, внедрение режимов, персонализирование. Ну, это продолжение мысли о том, о чем нам рекомендуется Минздравом. Ну, вот я хотел бы обратить на третью и четвертую стадию. То, что требуется от наших восьми клиник. Уважаемые коллеги, на это мы можем повлиять. И реально, вот разработки сегодня иммунотерапии, таргетной терапии, это надо применять на саркомах и просим активнее участия в наших протоколах. Разработка, внедрение, это до 25-го года. Сегодня 17-й год. У нас получается 8 лет вот на все это нам планируется Минздравом. Самое интересное, я недавно прочел такую, я отвлекусь на секундочку. Анатолий Нахимович хорошо знает организацию медицинских чиновников. Оказывается, предыдущему главному онкологу была задача уменьшить смертность в стране от онкологических заболеваний на 4%. И через 5 лет на его отчете его спрашивали, где же он на 1% снизил смертность, снилась смертность в стране по той или иной причине. И у главного онколога спросили, как же вы отвечаете за этот проект, а у вас смертность на 1%, а вы обещали на 4%. И один из факторов, который мы поставили в минус, был именно этот фактор. Поэтому то, на чем мы можем повлиять. Сегодня с саркома выживает более 70% в остеосаркома, и 65, ну, до 70 тоже саркома Юинга 1-й, 2-й стадии. А 3-я, 4-я стадия, товарищи, в стране практически мы не вытягиваем тех 30%, которые можно вытянуть. То есть тот объект, на котором надо работать. Разработка внедрения высокосердно-лучевых методов. То, о чем мы говорили. Это протонная, кибер, но что-то, место, роли места в нашей специальности. Следующая стоит. Научная платформа, разработка внедрения отечественных эндопротезов. Ну, то, о чем мы сейчас говорили. Это не просто продукты слесарных мастерских. Это должны быть протезы современные, с нано-покрытиями, биологически аутентичные протезы. Будем ждать достижений наших фундаментальных специалистов. Думаю, до 2025 года что-то появится. С учетом потенциально длительной продолжительности жизни молодого возраста больных с саркомами, разработать, внедрить современные программы реабилитации. Очень важно. Но я еще не уверен. Мы должны как минимум это у наших зарубежных коллег сейчас научиться этому. Мы планируем ряд командировок наших специалистов по реабилитации в эти страны. Разработка методов лучше всего готовой. Это уже готовый продукт, который надо просто экстраполировать в страну. Разработка методов ранней диагностики генетически обусловленных сарком и методов профилактики. Это по детской онкологии в частности. Это генетические или больные, которым проверили в детской клинике, лучевые методы. У них больший процент вторых опухолей, в частности сарком. А также есть генетически детерминированные семьи, у которых развиваются они. Это должно быть все паспортизировано и взято на учет. Разработка и в ранних стадиях выявлена. Разработка интеллектуальных, вот это для всех нас, российской саркомной группы. У нас очень много сильных программистов в стране. Весь мир об этом говорит. Нам, врачам, надо, все-таки у нас костная специальность, такая не просто онкартопедия, а она медицина, в принципе, очень плохо адаптируется с современными IT-технологиями. Но интеллектуальные продукты, вот разработка интеллектуальных продуктов, онкологического прогнозирования на примере опухоли позвоночника, очень важно для наших коллег из других смежных специальностей, которые занимаются онкологией. Следующий слайд. Да, на этом часть доклада моя закончилась. Планы и развитие до, скажем, 2020 года. Надеемся, следующий съезд 2020 года мы проведем, наметим провести не съезд, а собрание саркомной группы, подумаем, где провести. А вот в 2018 году исполняется 90 лет Николаю Николаевичу Трапезникову, основоположнику и нашему учителю, основоположнику онкартопедии в онкологическом центре и в стране тоже. Поэтому мы будем приглашать вас в Москву 21-22 мая. Будет большая конференция и, думаю, мы там подробно об этом еще поговорим. Спасибо большое. Спасибо большое, Мамеджавадович. Коллеги, есть вопросы к Мамеджавадовичу? Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Мамеджавадович. Спасибо.